МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждое последнее воскресенье января. В новом выпуске программы «Хочу сказать» мы спросим у саровчан, сколько времени в сутки они тратят на свои гаджеты и смогут ли отказаться от них всего на 24 часа. Сколько времени в день вы тратите на интернет и на какие мессенджеры или каналы? Ну, самая, наверное, распространенная – это сеть ВКонтакте для молодежи. Ватсап, Вайбер, по учебе. Сейчас там Zoom большая часть. Я мало. Ну, где-нибудь час, не больше. С работой связано, что только вечером. Ну, может быть, часа два-три. Ну, это зависит, за сколько времени я буду делать уроки. То есть я, если долго сделаю уроки, то в телефоне я буду сидеть максимум полчаса-час. Ну, информацию смотрю. Потом есть форумы специализированные, о которых я хожу. Ну, покупаем к чему-нибудь. Так, собственно, вот. Чтобы общаться с друзьями, ну, это примерно весь день, я не знаю. Ну, много, в общем. Ну, вот примерно сколько времени в день? Не знаю, часов шесть-семь, может быть. Ну, у меня очень мало времени дома бывает в интернет. Ну, иногда посмотреть новости, интересующую информацию. Больше, в общем-то, все. Почта. Много. Часов пять, наверное. Ну, наверное, часа два в день. А для чего? Для просмотра информации, новостей. На интернет я очень мало времени трачу, потому что у меня его нет. Нисколько. Вообще? Да. Вы не сидите на том, что у меня его нет. Вот и все. Ну, с интернетом мы, конечно, по жизни идем теперь уже навсегда. Конечно, каждый день и по много часов для работы в основном. Ну, а вечером свои там какие-то поиски, проблемы для себя. Скажите, а вот вы смогли бы на один день полностью отказаться от интернета? Думаю, да, конечно. И дискомфорта вы не испытываете? Нет. Да. Только зачем? Ну да, можно. Ради спорта могу. В этом году день отказа от интернета выпадает на 31 января. Провести его без всемирной паутины легко. Посвятите этот день семье, друзьям или любимому хобби. Но только в реальной жизни.